Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о темах выпуска. Главным вопросом заседания общественной палаты стало обсуждение преобразования района в городской округ. Это формат единой власти, единого подхода к развитию территории. С книгой в лето отправились участники праздника, прошедшего в Центральном городском парке. Мне понравилось, когда я прыгала через скакалку и рассказывала скороговорку, еще когда крутила образ. Новый спортивный комплекс открылся в селе Молоково. В районном центре культуры и досуга состоялось очередное заседание общественной палаты Ленинского района. Главный вопрос, который стоял на повестке дня – преобразование муниципалитета в городской округ. Об основных плюсах нового административного деления общественникам подробно рассказал глава Ленинского района. Прежде всего, Валерий Венцель отметил, что в настоящее время поселения муниципалитета представляют из себя сложный конгломерат деревенских и сельских территорий и городских микрорайонов. Отсюда возникают сложности в распределении между ними ресурсов. Эту проблему призвано решить планируемое преобразование. Формат округа городского или муниципального – это формат единой власти, единого подхода к развитию территории, единого подхода к самому главному документу финансовому бюджету. Потому что неравномерность развития территории, она как раз таки и сказывается на самочувствии жителей, населения в целом, нашего муниципалитета. Второй плюс – значительная экономия бюджетных средств, которые можно пускать на развитие необходимых служб и подразделений по обслуживанию жителей. Мы хоть и говорим о высвобождении лишних бюджетных средств, мы сейчас считаем в районе 150 миллионов, дает мне финансовое управление. Но я понимаю, что 150 миллионов – это чистая цифра. Но за ними еще есть желание, как и прежде, у нас это было при большом Ленинском муниципальном районе, чтобы у нас комбинат благоустройства работал, чтобы у нас дорожные службы работали, чтобы у нас управляющая компания полноценная была. Валерий Николаевич отметил, что при консолидированном бюджете существует возможность наращивать мощности и полноценно решать те или иные проблемы во всех поселениях. Городской округ позволит на территории каждого нынешнего поселения применить форму управления от имени городского округа. То есть, когда вопросы будут, как в МФЦ решаться, как, знаете, принцип одного округа, сразу же ответы получают от конечной инстанции, которая обладает теми или иными полномочиями, в рамках которых к ним обратились. В ходе встречи общественники задавали вопросы, касающиеся нюансов планируемого преобразования и получали исчерпывающие ответы. Впрочем, многие из них не понаслышке знают о жизни в соседних городских округах. По опыту работы, соответственно, со своими коллегами из других муниципалитетов, могу с полной уверенностью сказать, что тех муниципалитетов, которые с нами ограничены, это Подольск, это Веткарино, это Домодедово, они сказали, что уверены в той позиции, что преобразование позволило и решить много задач, которые были сложны, и, соответственно, привело к определенному положительному успеху. Также на собрании общественной палаты были подведены итоги проведенного второго гражданского форума Ленинского муниципального района и рассмотрены организационные вопросы, касающиеся деятельности палаты. В 20 регионах нашей страны состоялся день оказания бесплатной юридической помощи так называемым «обманутым дольщикам». Организатором акции, которая в том числе прошла и в Московской области, стала партия «Единая Россия». Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В региональной приемной партии «Единая Россия» состоялся единый день оказания бесплатной юридической помощи «обманутым дольщикам». В Ленинский район приехали граждане из Хима, Краменского, Подольска и других городов Подмосковья. В Московской области большое внимание удивляется проблеме «обманутых дольщиков». Понятно, объектов у нас таких немало, потому что само Подмосковье инвестор привлекательное, здесь много инвесторов, не все из них оказываются добросовестными. В этом случае мы, конечно, их не бросаем, дольщиков. И до каждого объекта составлена дорожная карта, которая поэтапно реализуется. Прием проводил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Оказание правовой помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – важная задача, стоящая перед народными избранниками. Такая акция, уже проводимая «Единой России», была признана успешной. Вместе с депутатом разбирались с вопросами дольщиков сотрудники Министерства жилищной политики Подмосковья и представители Ассоциации юристов России. Наша задача – все-таки выйти на какую-то системную причину. Почему происходят вот эти сбои, когда при всем имеющемся достаточно хорошем, с правой точки зрения, государственном механизме, возникают вот эти вот казусы, ситуации, когда все-таки люди не получают того, что они имеют право по своим договорам. У инициативных групп участников долевого строительства проблемы разные. Но объединяет их одно – получить, наконец, заветные ключи от квартиры в новостройке. Правда, подобные объекты можно назвать скорее долгостроем. Многоквартирный дом жилого комплекса «Видный город», в котором купил недвижимость Владимир Хавин, находится на высокой стадии готовности, но сроки сдачи сдвигаются. «Перенесли на август 2020 года, то есть следующего года. Фактически дом готов, его вот можно сдавать непосредственно к Новому году. Фактически этот дом можно сдать. Но в результате сроки растянуты. И мы хотим, чтобы эти сроки сократились». Владимиру удалось получить консультацию юристов по своему вопросу. «Фонд или другую лицу, который будет брать на дострой объекты, он, во-первых, не обязан соблюдать те сроки, которые указаны в ДДУ. Поскольку все прекрасно понимают, что у кого-то ДДУ с действующим разрешением на строительство, а какие-то долгостроят там уже, собственно, сроки, мало того, что истекли, и разрешительная документация истекла». С 2013 года в Московской области около 60 миллиардов рублей направлено на достройку жилья обманутых дольщиков. За это время ключи от своих квартир получили 36 тысяч жителей. Дмитрий Книга, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ. 31 мая в Управлении МВД состоялась пресс-конференция, посвященная старту социальной кампании «Маленький пассажир. Большая ответственность». Тема безопасности на дорогах сегодня стоит очень остро. «Маленькие пассажиры» – одни из самых уязвимых участников дорожного движения. По данным статистики, 50% родителей нарушают правила дорожного движения, когда в автомобиле находятся дети, тем самым подвергая их риску. Ребенок становится заложником обстоятельств, из которых не может выбраться самостоятельно. «Наша задача – свести к минимуму, к минимуму травматизм и гибель детей на дорогах». Проект такого масштаба проводится впервые. Привлекаются все – политические, общественные, спортивные деятели, студенты и блогеры. Продлится кампания несколько лет. Основными инструментами проекта будут тематические песни, видеоролики, социальная реклама, которые получат широкое распространение в информационном пространстве, а главное – среди целевой аудитории участников дорожного движения. В парке культуры и отдыха в Видном прошел ставший уже традиционный праздник с книгой в лето. Этим мероприятием Центральная детская библиотека торжественно открывает летний читальный сезон. О том, какие задания и приключения ждали воспитанников детских летних лагерей, на этот раз расскажет Екатерина Борисова. В Центральном парке культуры и отдыха оживленные многолюдно организованные колонны пребывают одна за другой. Это ребята из детских летних лагерей, функционирующих на базе средних школ муниципалитетов, спешат на традиционный ежегодный праздник с книгой в лето. В этом году в нем принимает участие более 200 человек из 10 учебных заведений. Всех зрителей ожидает интересная, развлекательно-познавательная программа с участием артистов, очень такая интерактивная. Мы ориентируем ребят на то, что лето – это хорошо, отдых – это прекрасно, но не забывайте и дружите с книгой, и объявляем обо всех наших интересных мероприятиях, которые ожидаются в течение лета. Праздник приурочен к году театра в России и 90-летию Ленинского района и Московской области. Поздравить ребят с началом летних каникул и пожелать удачи в предстоящем квесте пришли представители администрации района и города. Пожелать вам хорошо отдохнуть, попасть на разные мероприятия, пойти в театр, почитать интересные книги, и потом нас всех порадовать своими знаниями. Ребята из каждого детского лагеря уже сформировали команды, куда вошли 10 самых смелых, быстрых и умных участников. После небольшого представления команды отправились защищать честь своей школы. Им предстояло пройти 13 станций и на каждой выполнить особое задание, уложившись 3 минуты. В одном слове зашифрованы 3 спектакля, и они должны отгадать. Если справляются, получают 3 балла, если не справляются, дается дополнительное задание, но за то задание уже получает 1 балл. Ребята участвовали в литературной викторине, играли в театральные классики и крутили хула-хуп, одновременно называя 5 слов по заданной теме. Прыгали через скакалочку, разгадывали головоломки и строили геометрические фигуры. Словом, скучать было некогда. «Тише, тайничка, не плачь, не уронит в речный мяч!» Самое сложное было, что надо было повторять поговорки очень быстро. Но так мы все справились. Мне понравилось, когда я прыгала через скакалку и раскалывала скороговорку, еще когда крутила образ. Веселый праздник не оставил равнодушным никого. Даже прохожие пускались в пляс. Победителем в этом году стала команда «Улыбка» из Видновской гимназии. Но на празднике с книгой в лето проигравших нет. Каждый получил диплом за участие и самое главное – хорошее настроение. Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская. Видно этого. В поселении Молоковское произошло важное событие в жизни спортсменов. На улице Школьной открылся новый современный спортивный комплекс. Теперь у любителей активного отдыха стало гораздо больше возможности проводить свободное время. Открытие долгожданного спортивного комплекса Молокова стало настоящим праздником для всех жителей поселения, которые любят спорт и активный отдых. На торжественном событии присутствовали заслуженные спортсмены. Они поздравили всех с новым этапом развития физической культуры в районе. Это все здорово. Это, честно говоря, громадный пример для всей России. Любой уголок Российской Федерации, там, где живут люди, надо все-таки украсить их жизни. Вот такими, хотя бы небольшими, но очень достойными спортивными сооружениями. Когда родители увидят, что дети их с удовольствием занимаются спортом, по разным видам спорта, то они уже будут знать о том, что детей надо привлекать к этому делу, потому что это здоровье, это счастье, это успех детей, которые подрастают крепкими, здоровыми людьми. Территория Центра физической культуры вместила в себя много специально оборудованных площадок для занятий разными видами спорта. Тренажерный зал, футбольная, волейбольная, баскетбольные площадки, теннисный корт. Каждый может выбрать то, что ему по вкусу. Комфортные условия также обеспечены. Здесь есть абсолютно все, начиная от душевых кабинок и мужских и женских раздевалок, заканчивая медпунктом, комната которого пока еще пуста, но в скором времени будет оснащена всеми необходимыми элементами. В первый день работы комплекса футболисты и баскетболисты, борцы и гимнасты испытали на себе спортивный зал, продемонстрировав свои способности. Теперь в поселении Молокова любителей спорта, несомненно, станет еще больше. Ведь места для занятий хватит всем, а двери Большого дома физической культуры будут открыты ежедневно. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. И о погоде. Очень теплый воздух поступает в центры России практически с севера Африки. В четверг, 6 июня, дневная температура составит 26-29 градусов тепла, ночью не ниже 13 градусов. На этом выпуск новостей подошел к концу. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова